Здравствуйте! Это программа «Открытый диалог». С вами Николай Пивненко, городской округ Люберцы. Мы подводим итоги этого года, тем более, что среди жителей этого города, среди тех, кто активно занимается самыми важными проблемами, есть и представители экологического, скажем так, направления. У нас в гостях председатель Народного экологического совета городского округа Люберцы Евгений Алой. Здравствуйте, Евгений! Добрый день! Скажите, вы лауреат премии, вы, я имею в виду, ваша организация, правильно понимаю, лауреаты? Да, все правильно. Второй раз подряд, да? Второй год, да. Премия «Наши Подмосковья». За что? С экологией у нас вроде бы все время какие-то проблемы? Вдруг премия вам? Ну, знаете, премия присуждалась все-таки не за экологию, а за нашу работу на благо именно экологических вопросов. Народный экологический совет собой представляет группу неравнодушных граждан, местных жителей, ну, общественников, конечно, в первую очередь. Как сейчас говорят, активистов. Ну, экологических активистов. Ну, экологических активистов, конечно, потому что без активной жизненной позиции, наверное, тем более в такой сложной теме, очень сложно будет разобраться и тем более участвовать. Что у вас за организация? Что это за люди? И каким образом она вообще образовалась? Ну, начнем с того, что образовалась она 9 апреля прошлого года, 2018-го. Идея ее создания принадлежала мне, я вот так нескромно скажу. Так, а почему вдруг вы решили? Ну, во-первых, я не так давно, это буквально 2-3 года назад, переехал в Люберцы, в микрорайон «Самолет». Столкнулся с определенными такими, знаете, сложностями бытового характера. Новый район, да. Неизвестная достаточно обстановка и экологическая в том числе, да. И когда коснулась вся эта история, потому что, ну, тут скрывать нечего, микрорайон «Самолет» расположен в таком достаточно сложном с точки зрения, ну, и географического положения, и место расположения именно территориального, граничит с Москвой. На территории Москвы мы окружены такими, ну, гигантами, можно сказать, которые, ну, в плане экологических вот норм, они, конечно, граничит с такими, вот знаете, достаточно серьезными опасениями у жителей. Это МСЗ-4, в первую очередь, и Люберецкие очистные сооружения. То есть вы оказались в том самом районе, где появился новый, да, жилищный комплекс, вот, вокруг которого, как обычно, да, квартиру выбирают, надо посмотреть. Раньше смотрели, где кладбище, где, значит, свалка, теперь еще к этому добавляются заводы и еще какие-то неприятные моменты. Ну, конечно. И вы почувствовали, что-то пошло не так, правильно я понимаю? Да, причем почувствовали мы это не сразу, так как переезд с прежнего места жительства происходил на течение года, то есть мы жили, можно сказать, на два города. Почувствовали, когда мы приехали сюда вот в летний период. Запах? Да, да. Мы вначале, знаете, с супругой не придали этому значения. Ну, мало ли еще, да. Да, запахи вы знаете, тем более на территории какого-то такого крупного мегаполиса, который рядышком находится или непосредственно, возникает периодически. Подтянуло вроде как чего-то, да. Мы думали, да, может быть, где-то какой-то выборс и так далее, но в какой-то момент они стали с завидной периодичностью появляться. То есть практически постоянно. Ну, можно и так сказать, конечно, ну, тут постоянно может быть не то, но периодически. И я начал задаваться вопросом, все-таки, где же мы теперь живем, хотелось бы мне уточнить. И насколько здесь экологическая обстановка соответствует моим понятиям. Ну, и вот выяснил как раз о наличии этих предприятий. Писал самостоятельно в разные станции. И писал и в администрацию городского округа Люберцы. Пытался самостоятельно, пытался как бы достучаться и выяснить вообще, что же это, ну, как это происходит, как такое вообще возможно. То есть правильно я понимаю, что вы хотели выяснить, как можно было строить вот жилищный комплекс в таком районе. Ну, понимаете, я просто хочу сейчас понять, ведь люди сталкиваются не только здесь, в самых разных городах страны с этими проблемами. Тем более, что на каком-то этапе строительство шагнуло с такой силой, в таких местах, где, казалось бы, и строить-то нельзя. Вот. И что вы хотели добиться? Завод-то не выключат, не перенесут. Вы знаете, я, конечно, ну, здраво понимаю, что закрыть завод или добиться его переноса не в силах, не в моих. И, наверное, мало кого это, ну, может быть, только президента, да, но был, по крайней мере, такой у меня посыл, что, возможно, можно как-то привести к санитарным нормам, понимаете, ограничить вот эти вот выбросы. То есть учесть мнение жителей. Ну, какую-то систему очистки, может, они должны посмотреть. Вполне возможно. Новые технологии. Ведь это же ненормально, когда люди сталкиваются с запахами сероводорода или какого-то вот горящего, я не знаю, горящего резина или пластика. Все это продлилось, может быть, где-то полгода. И в какой-то момент я пришел к выводу, что, конечно, одному все это здорово. Один в поле не воет. Да, думаю, что, наверное, в команде это дело действительно будет, ну, практичнее, что ли, больше будет успеха в наших делах экологичных. И я, обзвонив порядка 20 самых активных граждан, хотел бы, конечно, сказать спасибо, мне помогла общественная палата, я туда, наверное, обратился к одним из первых. Общественная палата любитесь? Нашего городского округа Люберцы, да, и непосредственно Петр Михайлович Ульянов. Они мне вот подсказали, что в плане экологии вот такие-то граждане проявляют активную жизненную позицию. То есть они действительно в этом ключе работают. Я их обзвонил, пригласил на первое такое учредительное заседание, представился, объяснил, кто я, что я и какие у меня планы, задачи. Скажу честно, понимание я нашел в этом плане сразу, поддержали, они доверили мне вот такую почетную обязанность стать председателем этого экосовета. На данный момент, вы знаете, на данный момент 40-45 активных жителей. Но я не хотел бы ограничить вот такой вот, то есть чертить круг, что эти... К нам сейчас экосовет, наш экосовет превратился в такой, наверное, информационный центр, куда стекаются со всего округа и даже уже из ближайших районов стекаются сигналы о нарушениях в плане экозаконодательства. Да, да. И сейчас это, ну, наверное, в неделю больше 100-120 вот сообщений приходят, разве все. Ну, мы еще к этому вернемся, к тому, что сейчас в начале была вот такая организация, вы самоорганизовались. Да, то есть... Можно так сказать, да, самоорганизовались. И приступили вот пять, по-моему, на тот момент было пять основных таких вот проблемных зон. Мы их обсудили, выбрали варианты решения, ну, решения или возможности, может быть, этих решений. Предложили варианты решения. Да, то есть решили, каким путем мы пойдем дальше и как будем действовать с тем или иным объектом. На тот момент вот... И вы начали тоже писать документы, и вас уже стали слышать лучше. Документы, да, это во-первых. Во-вторых, мы начали... у нас на первом заседании как раз присутствовали представители экоуправления, ну, нашего управления по охране экологического порядка, экоуправления. Мы стали вплотную с ними взаимодействовать. Опять же, помощь общественной палаты. Вот подсказали, что нужно обращаться к технадзору, прокуратуру. Такие моменты, вы знаете, я никогда этим не занимался, поэтому для меня это в диковинку. Ну, когда начал работать вот ваш, да, такой совет граждан, вы когда-то произошел, что первое, скажем, столкновение или встреча с конкретным, там, директором завода или с конкретными людьми, которые работают на вот этих предприятиях, где эти выбросы, как вы с ними разговаривали, если было такое? Конечно, было, было. Для этого мы приезжали в составе инспекций, которые состояли из представителей, во-первых, профильных ведомств, ну, опять же, технадзор, это Минэкология. Мы в роли общественников приезжали и смотрели, какие нарушения действительно там есть. Показывали обязательно наши вот письменные жалобы, которые поступают от граждан. И пытались объяснить, ну, то есть, просили объяснить нам, каким же образом, да, то есть, люди же не могут это выдумать. Это уже, ну, не выдумая история. И тем более зафиксированы были там на бумаге через службу 911. И, понимаете, да, то есть, это все было, ну, то есть, подкреплено какими-то документами, вращениями, гражданами, да. И вот в те моменты, где-то нас понимали, где-то прислушались, где-то было такое, выдворяли за ворота. Даже такое. Ну, конечно, и это было не раз. И вы сами понимаете, это же все-таки в первую очередь бизнес, а мы, ну, общественники, мы просто жители, которые живут вот непосредственно с близости от этих опасных предприятий. Ну, вот до того места, откуда запах шел, вы смогли добраться? Ну, до некоторых, да, и у нас есть действительно успехи. И что там произошло? Ну, во-первых, какие-то предприятия, их просто уже действительно, уже пошел на десяток, который мы провели с инспекцией. То есть, они уже, я думаю, за 10, за 15 перевалило. Какие-то предприятия прислушались, модернизировали свое производство. То есть, это можно было сделать? Ну, можно, конечно, было. То есть, конечно, можно. Для этого, конечно, потребовались, видимо, вложения. Но, наверное, так правильно. Так должно быть. Ну, да. Все-таки это... Я почему? Я просто, знаешь, сейчас мы во второй части поговорим с вами о том, как работаете вы сегодня, уже, скажем так, ну, с некой оглядкой на более глобальные, да. Ареал проблем. Вот эта вот встреча, когда вы сначала почувствовали запах, узнали про завод. И вот вы приехали, вроде бы добираетесь до того места, откуда сифонит, что называется. Вы что-то увидели, как? Какие-то документы вам показали. Вы пришли, увидели прямо, откуда идет эта утечка? Ну, нет, конечно. Вы сами понимаете, предприятие такого плана и такого масштаба, это достаточно закрытые предприятия. Они, ну, пропускной режим и все как полагается. Естественно, мы согласовывали наши поездки заранее. В моменты, когда мы приезжали, когда мы приезжали с инспекцией, да, там было вполне себе, понимаете. То есть, ни бумажек, ничего, ни запахов, ничего, вплоть до того, что они останавливали свои конвейеры. Но, как только выходили, два-три дня начиналась старая история. Поэтому мы вызывали мобильные эколаборатории, которые замеряли воздух, которые замеряли содержание в земле. А что это за эколаборатории? Они государственные? Да, это государственные. Значит, в Министерстве экологии есть такая мобильная выездная лаборатория экологического контроля. Они делают замеры воды, воздуха, пробы земли берут, смотрят на содержание вредных веществ. А купить ее можно? Вы знаете, купить, наверное, нашему округу, мне кажется, не по силам. Я не знаю, бюджета, конечно, ничего. Но у нас другая ситуация. У нас в ближайшее время, то, что давно уже планировалось, появится 8 датчиков контроля замера воздуха. Нет, нет, об этом мы поговорим, я о другом. Завод может купить лабораторию, и лаборатория будет показывать, что все идеально. Ну, для этого и есть. Я о плохом. Да, для этого и есть лаборатории, которые независимые. Понятно. Сейчас мы сделаем небольшую паузу. Напомним, что у нас в гостях председатель Народного экологического совета городского округа Люберцы Евгений Аллой. До встречи. Программа «Открытый диалог». Мы продолжаем беседу с председателем Народного экологического совета городского округа Люберцы Евгений Аллой у нас в студии. Евгений, скажите, пожалуйста, вот вы так это спокойно рассказываете, уже две премии у вас, с чем мы вас поздравляем, наше Подмосковье. Подмосковье. Я так понимаю, что эту премию, кстати, можно вложить в какой-то проект? Или это чисто условная какая-то премия? Нет, не условная. Премия-то вполне осязаемая. В нашей Подмосковье речь об этой премии. Да, конечно, это именно финансовая премия, но деятельность любой общественной организации требует расходов. Это естественно, и поэтому можно сказать, что за год проведенные нами мероприятия, они даже, я думаю, что перевалили, но именно из расчетной стоимости, вот по расходам премию, которую я получил. Ну, тем не менее, что-то вы окупили. Да, ну, конечно, за это большое спасибо, потому что, ну, сами понимаете, любой выезд, любая поездка, опять же, мы издаем брошюры, эко-брошюры, это у нас есть униформа у наших вот эко-активистов, у нас есть эко-патруль, который, соответственно, тоже должен выглядеть соответствующе. А скажите, а чем вы вообще занимались до вот начала этой экологической деятельности? Ну, я и сейчас занимаюсь, я работаю. То есть это дополнительная история? Ну, конечно. Нет желания полностью перейти уже в эту экологическую, смотрите, сколько вы уже знаете, умеете, руководите коллективом, уже форма даже есть, две премии. Ну, желание, может быть, и есть, но, сами понимаете, пока это все на общественных началах. А вот, хорошо, вы сказали на общественных началах. Вот говорим сегодня о современной уже ситуации. На сегодняшний день это все-таки какая-то гражданская инициатива, да? Это не превращается в какой-то, ну, есть отдел, да? Ну, я не знаю, чтобы это была какая-то повсеместная структура. Или вам не дают ее сделать, или это не нужно, а именно должно быть на уровне гражданской ответственности. Вы знаете, мне кажется, как раз, когда эта структура начнет превращаться в государственную, да, на этом этапе как раз, наверное, потеряет свой, именно вот этот основной инструмент, это человеческая и просто гражданская ответственность. То есть, ради чего, ради кого, почему и зачем? Да, мы, понимаете, есть множество структур и управления по охране окружающей среды, и тоже Минэкологии, технодзоры, но мы идем своим путем, рядышком с ними. То есть, мы помогаем. Наши жители именно на земле дают информацию, которая вот действительно, ну, за всем, извините, уследить не получается. У нас есть еще мероприятия. Ну, вот именно по раздельному сбору мы ведем мероприятия, другие экоакции, и, вы знаете, я вот не могу жаловаться, всегда находим понимание и с администрацией нашего округа. То есть, на сегодняшний день работа поставлена более-менее надлежащим образом? В том числе и благодаря вам, и благодаря им, со стороны, скажем так, чиновников, со стороны государственного аппарата. Хорошо, давайте вернемся к городскому округу Люберца, где сегодня есть проблемы. Что вы сейчас мониторите? Насколько проблемны городской округ Люберца с точки зрения экологии? Для желающих здесь, например, пожить. Вы знаете, на мой взгляд, что города, которые непосредственно примыкают вплотную с таком мегаполисе, как Москва, они все в непростой экологической ситуации. И это зависит от множества факторов. И выделить в этом плане Люберца, как отдельно стоящие, конечно, нельзя. Ну, знаете, как обычно, москвичи, которые хотят жить в Московской области, они говорят, вот на севере там так-то, а вот на западе говорят вот так, а вот на востоке там так-то ветер дует. Ну, начинают выбирать или, по крайней мере, по слухам ориентируются, где зеленая зона, где зона не зеленая. Вот Люберца куда подходит в этом плане? Ну, Люберца, может быть, что-то среднее. Вы же уже это прорабатывали, когда сюда жить переезжали? Ну, конечно, мы смотрели. Мы смотрели несколько вариантов. И я вам скажу, Люберца не самый плохой из этих вариантов. Поэтому вот остановились как на том, на чем остановились. И сейчас живем. И я вам скажу, что, вы знаете, и обустраиваемся, и пускаем корни. И ничего в этом страшного нету. Да, конечно, ситуация сейчас действительно непростая. Она непростая по многим причинам. На территории городского округа есть крупный полигон ТБО, это Торбеево. Мы только за минувший год наши активисты посетили его порядка семи или восьми раз. Да, то есть мы постоянно мониторим именно ситуацию. Полигон действительно большой. Полигон с большим объемом мощности. И вот продлена его работа до 30-го года. Поэтому мы должны держать его на контроле. А что там происходит? Как он сейчас что-то приносит нехорошее в нашу жизнь? Или более-менее он под контролем? Нет, вы знаете, наверное, я посетил несколько полигонов Московской области. И могу сказать, что Торбеево, наверное, все-таки образцово-показательный, благодаря именно руководству. На полигоне... Технологии там, что ли, какие-то применяются? Вот я сейчас расскажу на тему технологий. Во-первых, отлажена работа мусоросортировочного предприятия. Сортируется на фракции, и лишнего не попадает на захоронение. Во-вторых, они недавно установили у себя лабораторию именно замеров и контроля воздуха. Она одна из самых современных, наверное, даже может быть в Европе. И самое приятное, что у нас, у общественников, к этой лаборатории есть открытый доступ. Мы вот приходили... А, результаты, да? Да, то есть результаты мы можем видеть на данный момент, какие сейчас есть. Опять же, там есть на входной группе радиационный контроль. Недавно установили систему переработки свалочного газа в зеленую энергию. Таким похвастаться, кстати, немногие могут. И они действительно работают. Ну, вот, конечно, полигон, любой полигон мусорный, он несет за собой определенный шлейф. И определенные, конечно, неудобства для местных жителей. Но вот Торбеевы, они, по крайней мере, стараются минимизировать эти вопросы, которые... А где проблемы сегодня в городском округе Люберцы? Где вы еще, может быть, не достучались? Или, как вы говорите, где-то, может быть, не пускают вам или не показывают чего-то? Ну, не показывают, нет такого. Вы знаете, сейчас большая проблема – это несанкционированных свалок. Я понимаю, что... Поговаривают, что собираются их чуть ли не разрешать скоро. То есть, если свалка большая, чтобы ее не убирать, лучше легализовать. Слышали, наверное, такое? Ну, может быть, но я не уверен, что это вообще возможно в ближайшем, по крайней мере, обозримом будущем. То есть, это сами люди, да? Это... Ну, мне кажется, что на данный момент это какие-то вот додумки, чего-то там такого, что где-то, знаете, кто-то услышал и потом привносит. На данный момент, вот даже общаясь с Министерством экологии, такого проекта вот я не слышал и, да, на мой взгляд, его просто не может быть. Но на территорию сейчас, вы знаете, с 1 января 2019 года заработал проект по раздельному сбору мусора. Пришел региональный оператор, который занимается вывозом именно с контейнеров площадок нашего округа. Возможно, с этим повысился какой-то тариф. Я понимаю, что часть, можно так сказать, полулегальных мусора, вот транспортирующих мусорокомпаний, они, естественно, ушли как-то вот в тень. Деньги свои терять, наверное, мало кому хочется. И вот сейчас столкнулись с тем, что в лесополосах, вот в таких зеленых насаждениях появилось большое количество вот незаконных таких свалок. Ну, то есть, это есть компании, у которых есть, видимо, какая-то договоренность, они по-прежнему вывозят мусор, только вывозят его уже. Да, понимаете, уже... Ну, так их разве нельзя установить, эти компании, которые бросают мусор в лесополе? Вы знаете, это очень сложно сделать. Во-первых, это нужно поймать за руку, это нужно... Машину поймать, нарядку смотреть. Поймать машину, да, потом, то есть, выйти опять на собственника. Конечно, это в идеале все хорошо звучит, но в реальности получается не совсем просто, как хотелось бы. А сколько мусора, может быть, вы знаете, примерно вывозится, я не знаю, там за неделю, за месяц из городского круга? Или нет таких цифр? Нет, цифры есть. Их, конечно, точнее знает рекоператор. Я, вы знаете, таким вопросом... Ну, мы же сами как граждане сейчас сообщаем. Да, ну, на Торбеевой я уточнял, у них в день приходит порядка 40-50 машин. Камазов? Да, конечно. Да, Камазов. То есть, это вот с нашего непосредственного обува. То есть, это те, которые, ну, будем мы так говорить, более-менее попадают на нормальный полигон, и все это перерабатывается более-менее нормально. Сколько же тогда уходит малево? Сколько вывозится еще? Ну, рекоператор, конечно, не может такого делать. Но вот именно такие вот частные, небольшие компании, какое количество они вывозят? Ну, одному богу. Ну, тут все-таки есть надежда, что когда-то поставят этому заслон. Но, а вот что касается свалок, которые люди сами себе придумывают, да? Знаете, как достаточно в одном месте что-то бросить, потом бросил второй, а когда третий бросил, вот вам уже и своя собственная свалка. Они-то живут где-то, понимаешь, что они не возле дома это делают, да? Через три дома, вроде как и близко, но и не у тебя. Вот эти свалки, которые люди сами делают, как с этим бороться-то? Ну, сейчас отработан механизм штрафов для таких граждан. Ну, минимальный пять тысяч рублей. А как поймать-то его? Вот, встает опять вопрос. Камеры вешать? Как повсеместно, наверное, действительно, камера как один из вариантов, один из выходов. Ну, у каждой, извините, свалки не поставишь дежурить человека. Поэтому остается, для этого мы проводим такие образовательные, среди вот детей, образовательные мероприятия, что, конечно, нужно с детства прозвучать. Что с мусором надо обращаться действительно правильно. По-человечески, вы так скажете? Правильно. Да, наверное, по-человечески, да. Потому что он неотъемлемая часть нашей жизни. Ну, с этого, наверное, начинается экология самая простая. Когда ты не... Конечно. Вот тут еще другая проблема есть. Я в общем говорю. Просто бывают места, где ты не знаешь, куда это выбросить. Вот бывает, что все твое внутреннее состояние, а нет ни мусорника, ни как... Ну, нет, и куда. Приходится возить с собой в машине, пока ты вспомнишь, и машина в итоге превращается в тебя в свалку. И последний вопрос. Вы же прекрасно понимаете, что как только вы выступаете на вот этот путь борьбы со всевозможными заводами, предприятиями, перерабатывающими и так далее, у них есть искушение вас, ваших коллег, купить, приручить, чтобы вы там, где нужно, поставили подпись, закрыли на что-то глаза. Такое же искушение существует. Как вы готовы к этому и ваши коллеги, которые входят в ваш совет? Не продаться. Ну, давайте... За коллег, конечно, мне сложно говорить, но все-таки у нас собрались достаточно такие активные граждане, и действительно по-настоящему любящие наш город и наш округ. За себя могу сказать лишь одно. Вы знаете, я это все делаю, конечно, ради своей семьи, ради своих детей. Потому что если я где-то в какой-то момент уступлю, образно говоря, как вы сказали, продамся, то я потом своему ребенку буду как смотреть в глаза, когда он будет сказать, что пап, знаешь, у него какие-то запахи, а у меня аллергия или еще что-то. А вы будете делать вид, что он начинает. Да, я просто не смогу, и как своей совестью договориться, я не представляю. Прекрасная концовка для нашего разговора. Спасибо большое, Евгений Алой, председатель Народного экологического совета городского округа Люберцы, лауреат премии «Наши Подмосковья», губернаторской премии именно в области экологии. С чем мы вас поздравляем, а всем вам желаем чистоты. И помните, что если у вас какие-то проблемы существуют, ну, чувствуете, то обращайтесь в Народный экологический совет. Может быть, он вам поможет. С вами был Николай Пивненко, программа «Открытый диалог». До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова